Доброе утро! Посмотрите, какая красота у нас тут плетется. Несмотря на то, что уже похолодало, все-таки цветы нас еще радуют. Папа косит петрушку, я сейчас заберу коробочку, а пока иду смотреть на моих мальчишек. У них же сегодня выходной и рыбалка. Здесь горчица посаженная для улучшения почвы. Как оказалось, это правда работает. А здесь кинзочка. Пахнет нереально. Ну что тут рыбалка? Ничего пока нет? А что, вы так все оставили, да? Кто? Ты порвал? Тут с вами Марсик, да, ждет, наверное, уловчика. А ты не порвал удочку? У-у-у. Мне еще сегодня нахожусь. Тебе нет, только Гриша. Накопали тут червей. Закинули спиннинг. И тут он даже со звоночком. Папа, это ты. Это я, да, звоню. Это не рыба. Марсик ест травку. Лечится. Угу. Марсик даже он туда и отопить воду спускается. Да ты че? А какие кадры, да? Тут вот на вишне сколько вот этого вот... Даже не знаю, как это называется. Мы раньше его ели в детстве. Это так дерево тоже лечится, но оно очень старое. Прям очень-очень. Кора уже вся прям. Такая. Как янтарь какой-то. Сейчас еду и говорят песни Жанны Флизки. Мне прям хочется плакать. Буду очень-очень скучать. Буду о тебе вспоминать. Даже если ты далеко-далеко. Все. Я сейчас буду готовить крем для торта. В общем, это у меня крем-чиз на сливках. Охлажденный сыр. Альмета закончился. Все. Вот 4 было. Поэтому взяла вот такой вот виолеттый. Вот он в такой вот картонной штучке. Сливочный сыр. Вот. Вот этот именно такой творожный, да? А вот этот просто сливочный. Поэтому вот там даже внутри написан рецепт. Чизкейка. Можно почитать. Ну, в общем, будет вот такая вот смесь. И сливки. И сахарная пудра. Смотрим сейчас Ольгу Баварию. И тут так интересно. Садики по полдня, да? Первая смена. Можно любой выбрать смену. Или в первую. С утра до обеда. Или с обеда до вечера. В общем, нам бы было трудновато. Так что, в общем, все страны. Все по-разному. А у нас щавель. По плану. Я вам покажу, что все в садике. Да. И сегодня все... Ну, Афоня-то в садике. А так все дома. Уже все довязали. Я вот сейчас сняла белье. Я, по-моему, уже показывала и говорила вам спасибо. Но если нет, вдруг... Я теперь вот, если есть время, то складываю сразу белье на улицу. Заношу его. Потом просто раскладываю вот здесь вот по кучкам. Ну, то есть, кому куда. И потом разношу. В общем, либо если не успеваю разносить, то хотя бы просто знаю, где что лежит. И это настолько круто. Вообще, естественно, когда дождь, то быстро-быстро все снимаешь, ничего не раскладывая. Но вот это ж кто-то из вас написал мне. Я каждый день вспоминаю и мысленно благодарю, что это вообще здорово. Сразу снимать с веревки, сразу складывать. И класть все в миску. В общем, и все потом отлично получается. Все быстренько. Вот так вот. Единственное, бывают трудности с носками, потому что, гляньте, у нас почти все белые носки. Почти у всех белые. И нужно сейчас разобрать. Ну вот, что-то не отстирывается совсем. Ну, я это потом замочу еще раз. Вот, прям, не отстиранное. А вот, прям, тоже нет. Ну, не знаю, мои почему-то так не пачкаются. Они все равно, вот, более или менее, как бы, в нормальном состоянии. Мальчики все-таки есть мальчики. Так, все, торт готов. Вот такой вот получился торт. Первый раз попробовала кандурином посеребрить просто пряник. Вот, бабочки. Здесь у меня сердечки серебряные. Не знаю, мне нравится. Вообще, сейчас очень модная тема. Вот такие вот пряничные торты. Кто-то их делает бисквитными. В общем, не суть, чтобы была главная цифра, либо буква имени. Гришка распробовал соленую карамель, да? Сказал, что похоже на вареную сгущенку. Тем более, вот так это. С шоколадом? Это шоколадка палочкой. Гриша, а ты же сегодня орехи читал. Я думаю, что у тебя такие пальцы черные, да? Это ж от орехов не отмываются. Ну, ясно. Я приготовила две порции теста. Вот делю каждую на две части. Получается вот таких вот четыре кусочка. Они удобно раскатываются именно на вот этой вот доске. И удобно, в общем, как раз на противень пряников из одного вот этого кусочка теста. То есть вот я уже примерно знаю. А я везу сейчас детей. Они уже в машине на футбол. Все, мальчишек, отвезла. Сейчас еду и слушаю авторадио. У них тут сегодня розыгрыш автомобиля Сузуки. Я не знаю, вы участвуете в таких штуках или нет. Я просто нет. Но мне кажется, это так заманивает. Это так круто. Когда едем, и Гришка это все слушает, и кричит, зарегистрируйте мой номер телефона. Я тоже хочу. Афоничка уже с садика. Папа его привез. Сейчас поедем мальчиков заберем. Да, сынок? И поедем поздравлять дядю Виталика, да? Да. А Кирюшу? А нет, у Кирюши через неделю день рождения. В следующую субботу. Давай. Рексик бегает. Рекс, иди сюда. Афонька любуется закатом. Здесь, конечно, на камере это все не так. Конечно, любуется. Мы как не выезжаем. Небо. Люди живые. Это с хутора выехали, людей не видели. Асфальт. Вы смотрите на этого человека, который не ценит. Как только выезжали. Афонь, ты умеешь любоваться? Так и заправляться надо в эту машину. Да, кстати. Два деления. Нет, почему? Две палочки. Две палочки. Две полоски. Две полоски, да. А мы любуем себя. Мама, молись. О, глянь, свежий воздух, Зай. Вон свежий воздух. Вон. Ты любишь. Запалили, да? Да. Так, нам на стадион. Нет. Мы пришли до Кума. Кум, привет. Ух ты, тут прям Новый год. На, иди поздравляй, Кума. Мама, Деня. Ободень. Мама, Деня, пошли выгружаться. Пожарит шашлычки. Мама. Когда вы Гришу поедете забирать, купите мне в пятерочке. А что? Что? А зачем? Что? Зачем? Не знаю, зачем тебе пятерочка нужна. Не знаю. Давай, переворачивай, переворачивай. Нет, а я только переверну маму. Да? Какой это классный. Виталик сам сделал, Кирюхе, на годик. Это ж уже на следующие выходные, да? Мама, Малька. Это цифры и розетка. Мам, я жалька. И звонить можно, да. Мне вот это еще нравится, что здесь звонок. И вот это еще. Да, вот это тоже здоровское. И шнурочки. Ну, сни. Что? И вот лампочки. А, вот еще, Гнань. Вообще. А здесь на звонок нажимаешь просто вот это. А, круто. Да, сейчас мы еще и перевернем. А еще и катушка от рыбалки, да? От этой удочки. Мам, я жалька. Ну, иди туда, сними. Давай, разворачиваем. Ох ты. Показали, то, что там провода. Так, тут вот. Это надо в розетку включить, и тогда будут закараться. А здесь уже батарейки сели, да? Ну, или у Кирюха что-то наверно там. Ага, тут еще есть часики. Просто колесики. Нет. А, еще и болтики крутить. Вот это вообще тоже прям тема. Едверцы, да. Едверцы, да. Разные, да? Нет, ты закрыла порог. Да, я знаю. Кто там живет? Мишка. Да? Там медведь. Афон, ну не настолько же тебе жарко. Афония уже в трусах. Ё-моё, в гостях. Хорошо? И теперь все будут играть. Я теперь сижу, я говорю, что нам тоже нужно такую штуку сделать. Коля. Афония. Афония, тебе нравится такая? Ты бы играл в такую или нет? Мама, смотри, здесь еще застегнут. Да, тут еще и молния, да, растягивает. И застегивается. Кирюхте, мам, смотри. И теперь снимает. Вот, вот что делают дети с женщинами. Еще год назад, ты даже не знала рецепта бисквита, да? Так, подожди, может там свиные ребрышки внутри. Короче, Кума молодец, вот постаралась. Шпала, да? Да. Да, шпал. Ты тут будешь ночевать или нет? Да. А как ты тут будешь ночевать? У тебя же еще в машине растишка-то ждет. Ой, да. А у тетя Ани тортавку снова пойдет. Зачем мы в машине растишка? Да, наверное. Мама, это моя растишка. А чья это растишка? Здесь она отворена. Да? А мой один спальт. А, двое только спальт? Да. Чай уже остыл. Расскажи, тетя Аня, как ты гулял сегодня в садике? Хорошо? Хорошо. Хорошо? Да. Молодец. С кем ты сегодня играл? С Тёмой Мызином. С Тёмой Мызином. Давай. Он у нас ходит. Когда я буду в школу, я куплю телефон. Мама, мне купили кокотой на телефон. Хорошо, договорились. Только когда в школу, хорошо? Да. Ты когда в школу? Сейчас тебе сколько? Это сколько? Четыре. Четыре, правильно? А когда я буду в школу? Да. Я буду в школу. Только не кричи, Кирюша спит, ладно? Иди играй, хорошо? В игрушечки. Сейчас уже папа зайдёт и поедем, хорошо? Да. Я буду в школу. Эй! Продолжение следует...